Давайте рассмотрим такое неравенство. Единица, деленная на х, меньше, чем единица. И посмотрим, насколько большим может быть натуральное число х, чтобы это неравенство было бы как можно десятими. Ну, все легко. Если вы возьмете в качестве х тройки или больше, что будет там 1 третье или меньше, значит разумно брать это. Следующая неравенство. Единица, деленная на х, плюс единица, деленная на у, меньше единицы. Опять, я хочу выбрать х и и так, чтобы здесь расстояние было бы как можно меньше. Мы уже понимаем, что брать в качестве х число единицу нельзя. А вот двойку можно. Одно из решений х равняется 2, у равняется 3. Интересно, а может быть стоило взять х поменьше, то есть взять, скажем, 1 треть плюс 1 третье, это 2 третьих. Давайте посмотрим, что лучше, 2 третьих или 1 вторая плюс 1 третье. Ну, очевидно, что 1 треть меньше, чем 1 вторая, да? Поэтому не выгодно брать две тройки, выгодно брать именно числа 2 третьих. Хорошо, идем дальше. Единица, деленная на х, плюс единица, деленная на х, плюс единица, деленная на z. Здесь, конечно, придется заниматься перебором побольше, Ну, если вы посмотрите, то поймете, что разумно взять в качестве z число 6, а х и у те же самые. Так вот, почему? 7. 1 вторая... Да-да-да, 6 нельзя. Спасибо, 6 нельзя, потому что нейтральность 3, 1. А у меня строгое неравенство в качестве z семерку, а х и у на 2 и 3. Так вот, давайте я сейчас объясню, как можно решить эту задачу в общем виде. То есть берем произвольную нейтральность шлопа и рассматриваем такое выражение. 1 делить на х1 плюс 1 делить на х2 и так далее, плюс 1 делить на х2 и так далее. Мы хотим понять, как устроены эти числа. Ну, в принципе, конечно, можно просто их сыграть очень большими, а тогда... А вот все-таки, если стараться, чтобы вот эта вот разность между единицей и левой частью была бы поменьше, насколько маленькой ее можно сделать? Так, пока уже философская обстановка задачи. Чтобы превратить эту философскую обстановку задачи в математическую теорему, давайте сделаем так. Сначала заменим меньше на равенство. И придумаем некоторую последовательность чисел, для которой будет действительно выполняться равенство. Поехали. Естественно, что 1 первая – это единица. 1 вторая плюс 1 вторая – это единица. 1 вторая, 1 треть и 1 шестая – это единица. А можно проще на третью, безо на третью, безо на третью? Нет, не проще. Совсем не проще, потому что у меня сейчас есть некая цель. Цель заключается в следующем. Я здесь пишу 1 седьмую. Заметьте, пожалуйста, что у меня произошло. Вот здесь у меня 1 вторая заменилась на 1 третью, но зато добавилось число. Здесь 1 шестая заменится на 1 седьмую, но зато добавится 1 сорок вторая. Согласна? Да. Замечательно. И давайте поймем, какое равенство будет следующее. Надо заменить флаг 2 на флаг 3. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Я заменяю число 42 на число 43, а сюда вписываю единицу, деленную на произведение чисел 42 и 43. Опять будет единица. Теперь вопрос, а какое это имеет отношение к неравенству? А вот какое. 1 вторая меньше единицы. 1 вторая и 1 третья меньше единицы. 1 вторая, 1 третья и 1 седьмая меньше единицы. И здесь то же самое. 1 вторая, 1 третья, 1 седьмая, 1 сорок третья меньше единицы. Так вот, оказывается, если я продолжу картифику бесконечности, то я получаю те самые, самые лучшие решения от этого неравенства. Надо сейчас придать точный смысл вказы самые лучшие. И надо понять, что это за такая интересная последовательность для числа. Давайте я все-таки аккуратно выпишу. Значит, это 2, 3, 7, 43. Каким свойством обладает число 7? Это 2 умножить на 3 плюс 1. Совершенно верно. Каким свойством обладает число 43? Это 7 умножить на 4, 1. Мы говорим, что 2, 3, 7, 3 плюс 1. Значит, у нас есть последовательность. Каждое следующее число, в котором обладает следующим свойством. Это произведение всех предыдущих чисел плюс 1. Согласны? Для красоты лучше написать 1, потому что тогда как-то получится, что 1 плюс 1, 1 и так далее. Е нулевое это 1, Е первое это 2, и число Ен плюс первое вычисляется следующим способом. Надо перемножить все предыдущие числа, ну, начиная с нулевого, да? То есть, все предыдущие числа надо перемножить и надо прибавить к произведению единицу. Давайте зададим себе такой вопрос. Можно ли вот это вот достаточно такое хитрое, регуррентное соотношение записать попроще? Можно ли найти число 43 сразу через число 7, а не через все предыдущие? На самом деле легко. Смотрите, ведь у меня Ен это произведение всех чисел до n-1, правильно? Поэтому вот это вот произведение, все кроме Ен, это на самом деле Ен минус 1, согласны? Ен, значит, я могу написать простую формулу. Очередное число, это есть предыдущие минус 1 умножить на предыдущие плюс 1. Другими словами, каждое следующее число в этой последовательности, это есть Ен в квадрате минус Ен и плюс 1. Ну и, естественно, начинаем мы с того, что Е нулевое – это единица. Давайте будем называть эти числа числами Ефтрида. Почему? Потому что в доказательстве бесконечности множества простых чисел вообще-то используется именно такая конструкция. Вспомните, пожалуйста, есть какая-то аренда. множество простых чисел бесконечно, так она доказывается. Ну, есть разные обязательства, но самое простое такое. Пусть простых чисел конечное множество, ну, скажем, тут есть двойка, есть тройка, следующее простое число – это пять, и так далее, и так далее. И представьте, что какое-то число наибудьшее. Тогда дело очень просто. Перемножаем все эти числа. Прибавляем единицу. И говорим, что это число, конечно, больше, чем ВН. Значит, по-своему счету, что оно не равно единице. И его можно как-то разложить на простые множители. Так вот, среди этих простых множителей нет ни одного из этих числов. Почему? А потому что на П с каким-то номером вот это делится, а единица не делится. Значит, сумма не делится. Таким образом, любой простой делитель этого числа – это какое-то новое простое число. Вот это вот классическое рассуждение Евклида, фактически, оно использует конструкцию, перемноженные все и прибавимые единицы. Поэтому давайте в памяти Евклиде назвать это «чистым Евклидом». И сейчас мы докажем такое утверждение. Так, ребята, вот утверждение довольно хитро, примерно сформулированное. Оно сформулировано хитро, потому что в таком виде я его доказывать умею. А вот если я сформулирую его более простым и более естественным образом, то я выиграю в понятности, но зато не смогу доказать. Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь. И давайте я попытаюсь его правдом написать. Пусть единица, деленная на х1, плюс единица, деленная на х2 и так далее, плюс единица, деленная на хн, и вот дальше очень важно, плюс единица, деленная на альфа, равно единица. То есть там у нас было неравенство, что что-то меньшее имеется. А здесь будет равенство. Но в принципе, надо просто разность обозначить числом единица, деленная на альфа. Это слоязательная проблема. Так вот, теперь напишем, где х1, х2 и так далее. Это натуральные числа. Это натуральные числа. Это понятно. А вот дальше важно. Альфа не обязательно натуральная. Но альфа должно быть не меньше, чем число хн. Замечательно, замечательно. Тон. Теперь я тебе полез с бумажкой. Потому что если я сейчас ошибусь в этих самых индексах, то дальше у меня ничего хорошего не будет. Альфа плюс 1 не больше, чем ен плюс 1. Сейчас очень важно понимать, я здесь на самом деле должен писать ен или ен плюс 1. Давайте, например, посмотрим, когда у нас 1х плюс 1 альфа, как мы единица. Тогда у нас обязательно будет х равно 2, альфа равно будет числу 2. И, соответственно, у нас будет 2 плюс 1, правильно? будет не больше, чем, значит, ен здесь равно единице, значит, не больше, чем е второе. А, да, все правильно. Все совпадает. Все совпадает, да. Е второе, это как раз у меня тройка, 2 плюс 1 не больше, чем 3. Так, все понимают, да? Так, так что, да, здесь именно ен плюс 1. Хорошо. И дальше идет такое неравенство. Х первое, х второе и так далее, х н. Если это умножим на альфа плюс 1, то получим результат не больше, чем произведение всех чисел евклида с первого по н плюс 1. Так, опять-таки, давайте проверим, для случая н равно единице, у нас будет так, у нас будет х первое, это двойка в данном случае, альфа плюс 1, это будет тройка, и это будет не больше, чем е первое, е второе. А, да, это правильно, это двойка в данном случае. Заметьте, господа, вот это было не просто так, а это я проверил в адресе. Вот то, что здесь в бумаге было написано, это база инструкции, то есть случай, когда н равно единице. Случай, когда н равно единице, он, соответственно, совсем простой, потому что если у вас х меньше или равно альфа, то в качестве х запрещено брать слишком большое число. То есть если вы возьмете х тройку или там четверку, то уже безобразие получится, потому что эта сумма будет слишком маленькая, поэтому на самом деле решение единственное. Ну вот надо вот проверить эти неравенства, да, вы проверили, все, получилось. Вот, теперь давайте поймем, даже не доказываю эту теорему, давайте поймем, что называется, что из нее такого интересного следует. На самом деле из нее следует замечательная вещь. Вот представьте себе, что у вас есть неравенство. Единица делить на х1 плюс единица делить на х2 и так далее плюс единица делить на хн меньше единицы, да? И х1 тогда хн натурально число. И нас интересуется, значит, на сколько меньше? Ответ. Нет, ведь мы способны переставить числа, чтобы х шли в порядке возрастания, правильно? В порядке не было. После этого мы можем разность между левой и правой частями обозначить в виде единица делить на какое-то половинное число. И вот дальше смотрите, какие ситуации. Либо у нас хн будет меньше или равно, чем бета, и в таком случае можно применить нашу теорету. А что значит применить нашу теорету? Значит, наша бета плюс 1 будет не больше, чем вот это, правильно? А смотрите, что значит бета плюс 1, не больше, чем вот это. Значит, бета будет в таком случае не больше, чем произведение Е1, Е2, Е1. А одна бета – это как разная. Значит, получается, что разность между вот этой суммой и единицей будет не меньше, чем 1, е1, Е2 и так далее, Е1. А вот в том примере, в том примере, когда я вам все это выписываю, разность как раз равнялась единицей делить на е1, Е2. Значит, получается, что пример, который мы придумали, в этом случае самый лучший. Второй вариант. Представьте себе, что выполняется неравенство наоборот. Хн больше, чем бета. Ну, тогда надо понять, чтобы какой-то интересной причине у нас разность между вот этой частью и единицей будет еще больше. Как вы считаете? Поймем мы это или не поймем? Найдем такое число А, натуральное, что А меньше, чем бета, и заменим. Одна А-то ближе всего приближает одну бету. Давай. Хн заменим на А. И получим новый набор, который ближе к единице, чем старый. А, то есть мы в таком случае сумеем подобраться к единице, так, заменив хн на что? Одну А-то. Не понял, а зачем одну А-то? Я мог заменить единицу делить на хн, но просто единицу делить на хн и не усадить. Привет, у меня получается, что вот эта штука, вот эта слагаемая, больше, чем единица, так, значит, одна бета-вая больше, чем единица делить на хн, правильно? Значит, я могу сделать просто. Я могу уменьшить хн, и от этого вот это выражение станет ближе к единице. Согласны? Значит, этот пример мне был самый лучший. Вот. Значит, если мы нашу теорему докажем, то получится, что то, что на той доске у нас был, конкретный пример, что оказывается этот конкретный пример самый лучший. Поняли? Поняли. Вот, хорошо. Ну, может, я немножко сбивчиво рассказал, но, ребята, честно, это действительно так, это все просто. А вот теперь то, что по-настоящему у нас нужно. Надо индукции по n доказать первую теорему. Для того, чтобы это сделать, мы будем, на самом деле, лучшим. Индукция по n. То есть мы считаем, что n больше единицы, да? Потому что для единицы мы все проверили. И мы сейчас будем доказывать это утверждение индукцией по n и по сумме чисел x1 и так далее. То есть я буду считать, что для всех с не очень большой суммой все доказано. И, соответственно, буду смотреть, что же там в токе мы числили. Значит, если вот у меня есть такой ранец, я рассмотрю сейчас замену последнего числа на уменьшенное на 1. То есть, вот у меня написано такое ранец. А я напишу как. 1 делить на x1 плюс 1 делить на x2 плюс 1 делить на xn минус 1. Так, ну, здесь, во-первых, имеет ли смысл xn минус 1? А вдруг xn это вообще единица? Ну, на самом деле, пишите, нет, потому что n больше единицы. Если бы у меня xn была единица, то и все будущие были бы единицы. И такой ранец был бы просто невозможно. Так, я обращаю ваше внимание, альфа больше нуля. Ну, секунда. xn меньше вернула альфа. Ну, xn было натуральное число, значит, в частности, альфа больше нуля. Вот, замечательно. Значит, это выражение имеет смысл. Так вот, какие есть варианты? Это выражение может оказаться слишком большое. Или оно может оказаться по-прежнему меньше единицы. Вот, давайте сначала посмотрим на ситуацию, когда здесь стоит знак меньше. То есть, мы заменили xn, уменьшили его на единицу. И по-прежнему получилось такое неравенство. Согласны, что это, в принципе, возможно? То есть, вот это выражение, конечно, увеличилось в сравнении с тем, что было здесь. Но все еще осталось меньше единицы. Тогда, на самом деле, все легко. Я пишу здесь плюс единица разделить на β. И очень важно, β больше нуля. И сейчас мне важно понять, применимо ли утверждение теоремы к вот такому правенству. Ну, во-первых, может быть проблема, что вот это число оказалось меньше единицы успеха. Потому что, я пытаюсь это сказать понятно, но мне кажется, что здесь все-таки не такая простая штука. Значит, итак, смотрим на утверждение теоремы и смотрим на это равенство. В чем могут быть проблемы, применимо-неприменимо? Ну, во-первых, может быть проблема, что вот это число оказалось меньше единицы успеха. Но это не велика беда. Мы их просто можем переставить в местах. Поскольку заключение теоремы асимметрично относительно х, то это как раз не страшно. Что еще может быть неприятно? Вы можете пристать меньше, чем х, а вы посмотрите, что у нас произошло. Вот у нас было вот это выражение. Его значение увеличилось. Замечательно. Вот эта сумма больше, чем соответствующая сумма здесь. Значит, вот это выражение, что? Нет, меньше, чем одна. У вас сумма в обоих случаях единица, значит, у вас одна бедовая меньше, чем одна. Значит, у вас беда, что? Больше, чем альф. Значит, вот бедовая. Понятно? Значит, для этого выражения мы можем считать, что мы уже знаем подтверждение вот этой теории. Только в качестве альфа играет беда. Пишу. Беда плюс один. Е больше, чем ен плюс кипова. Это мы знаем. И произведение. Х первый, второй, хн и беда. Так, вот дальше в качестве хн у нас взято 4xn и минус один. Дальше вместо альфа плюс один у нас будет беда плюс один. И знаем по предположению индукции, что это не больше, чем произведение Е1, Е1, Е1. Разве индукцию можно использовать? Количество 1,1, x. Индукция по n и сумме х. То есть при постоянном ем я слежу за суммой. Я пытаюсь бороться с дымом. Иногда это называется бедом бесконечного спуска. То есть можно до меньшего считать, что у нас все есть. Так, хорошо. Хорошо, а теперь давайте посмотрим. А, собственно говоря, чему я хочу? Ведь у меня нужно-то нет. Хочу я, чтобы альфа плюс один было не больше, чем Е1 успеха. Да, потому что альфа меньше, чем плюс один. Господа, альфа плюс один меньше, чем беда плюс один. Все, с этим все в порядке. А вот дальше есть некоторые неприятные вещи. Я хочу, чтобы произведение x1, x2, xn-1, xn-1, альфа плюс один было бы не больше тех же самых хуже. Что для этого достаточно? Для этого достаточно, чтобы выполнялось вот такое неравиство. Если я буду знать, что такое неравиство выполняется, то есть на самом деле, если я буду знать, что xn-1, умноженное на бета плюс один, больше или равно, чем xn умножить на альфа плюс один, то все получится. Так, еще не вся теорема, потому что я сейчас рассматриваю случай, как вы помните, когда вот это выражение было меньше единиц, да? Потом надо будет рассматривать его в случае, когда, ну, в инфраструктях, надо больше единиц. Но это уже существует шаг. Мне нужно сейчас доказать вот такое неравиство. Если у меня такое неравиство получится, то в первом случае надо посмотреть вот на эти два раяц, и заметить, что, собственно говоря, единица, вот это вот первое неравиство, это нужно слагаемое, это все оно и нужно. Поэтому на самом деле, единица делить на xn-ая плюс одна альфа-ая, это единица разделить на xn-ая плюс один плюс одна бета-ая. Согласны? Вот у нас есть такой раз. Отлично. Давайте здесь перенесем на бета-плюс один вправо, а наоборот, xn-ая умножить на это перенесем влево. Тогда мы получим такое неравиство. xn-ая умножить на бета-альфа, нам нужно доказать, что не меньше, чем бета-плюс один. Согласны? Вот бета-плюс один отсюда ушло. А здесь у меня, теперь смотрим на вот эту вот нашу форму. Мне нужно откуда-то получить бета-минус альфа. Это очень легко. Надо перенести единицу делить на xn-ая вправо, а от бета-плюс один перенести влево. Получается одна альфа-плюс одна бета-ая, это единица делить на xn-ая плюс один плюс один делить на xn. То есть, бета-минус альфа разделить на альфа-бета, это единица деленная на xn-ая и xn-ая минус один. Замечательно. Значит, бета-минус альфа мы с вами можем заменить на произведение чисел альфа-бета, деленная на xn-ая и xn-ая минус один. Согласны? Заменяем. xn-ая сокращается. Получается альфа-бета, деленная на xn-ая минус один. Теперь это неравенство было почему-то очевидно. Ну, давайте я попытаюсь привести его к общему знаменателю. Получается альфа-бета. Сейчас давно очевидно. Да. Смотрите, бета-плюс один на xn-ая минус один меньше, чем бета умножить на xn-ая. Вот я в КФТ же как раз так написал. Альфа-бета, я хочу доказать, что больше или равно, чем xn-ая минус один умножить на бета плюс один. Альфа-монозуметь на xn-ая. Альфа больше или равно, чем xn-ая, да. Поэтому xn-ая бета больше или равно, чем то произведение двух скобок. А это так. Сейчас, сейчас давайте. xn-ая бета, да, у нас здесь написано, да, минус бета плюс xn-ая минус один. Ну, давайте смотреть. Альфа-бета больше или равно, чем xn-ая бета. Это правда. Бета больше, чем xn-ая. xn-ая это отрицательное число, потому что бета еще больше, чем альфа. Ну и минус один тоже отрицательное. Договорились? Может, бета, альфа-бета больше? Вот просто если посмотреть, можно еще, потому что это очевидно. В общем, не важно. Все? Все. В некотором смысле был классный случай. Потому что, смотрите, что в этот случай на самом деле вам объясняло. Он объяснял, что вот если вы возьмете слишком большое число, то можно его уменьшить на единичку и так сделать все равно, ну, 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 понятно, что бесконечно уменьшать на единичку нельзя. Да, я повторяю, что если это число оказалось меньше, то мы представляем, да? Вот. Бесконечно так уменьшать нельзя. Поэтому в какой-то момент обязательно произойдет следующее. Вот это выражение окажется больше или равно. Мы в какой-то момент, пока мы уменьшаем на единичку, мы обязательно придем к такой ситуации. Давайте тогда сделаем следующее. Мы же знаем, что вот эта сумма меньше единички. Знаем. Значит, можно написать такое равенство. Можно написать такое равенство. Если такое равенство неверно, то на самом деле вот это число, оно что-то вошло туда внутрь. И это мне плохо. Вот сейчас рассматриваем такой случай. ХН-1 меньше, чем ХН. И напишем следующую штуку. Плюс какое-то слагаемое положительное равно 1. Давайте посмотрим, что мы знаем о вот этих числах. Х1, х2, 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 х2. Ну, очень просто. Они у нас идут не умывая. Помните, что нужно было, чтобы воспользоваться предположением индицией. Нужно было, чтобы гамма было больше или равно, чем ХН-1. Вот давайте поймем, в данном случае гамма такое или не такое. Что мы обозначили буквой гаммы? То есть, единица делить на гамма, это единица делить на ХН-1 плюс единица делить на АФ. Это мы с вами знаем. Господа, как вы считаете, как число гамма расположено относительно числа ХН-1? Ну, или относительно числа ХН-1? Ну, оно меньше, чем ХН-1. Потому что 1 гамма больше, чем ХН-1. 1 гамма больше, чем ХН-1. Это правда. Поэтому гамма меньше, чем ХН-1. Казалось бы, это очень плохо. Потому что вообще-то наша цель доказать, что гамма больше или равно, чем ХН-1. Но, господа, посмотрите на это. Посмотрите на это неравенство. Когда мы пиво на это неравенство и на это равенство, что больше, этот вот или это? И верхнее. Верхнее дробь, вот это, единица делить на ХН-1 больше или равна, чем единица делить на гамма. А что это значит? То, что гамма больше. А это больше или равно, чем ХН-1. Я специально написал, что ХН больше строк, чем ХН-1. Значит, такой неравенство. Вы понимаете, ребята, это великое счастье. Это означает, что я могу применять предположение. Я сейчас аккуратно напишу, что же мне дает предположение. Единица делить на хН-1. Собственно, я не могу применять предположение. Только вместо Н надо взять Н-1, вместо Альфа надо взять гамма. Итак, что мы знаем? Мы знаем, что гамма плюс 1 не больше, чем что? Чем ЕН-1. Потому что ЕН-1 меньше. Пишу. Значит, вот этот факт я знаю. Гамма плюс 1 не больше, чем ЕН-1. Еще, чтобы узнать, что когда перемножаем все Х и гамма плюс 1 не больше, Х1, Х2 и так далее, ХН-1 и еще гамма плюс 1 берем, то это будет не больше, чем произведение Е1, Е2 и так далее. Хорошо. Теперь давайте думать, как нам можно применять это к нашей задаче. Дело в том, что вообще-то нас просили не о числе гамма, а о числе Альфа. И, соответственно, не очень понятно, как нам это может получиться. Просто глядя на первоначальную равенство, некоторое неравенство на число Альфа на самом деле написать нужно. И неравенство вполне понятно. Смотрите, если привести все к общему знаменателю, то есть сделать так, единицу делить на Альфа оставить здесь, все вот эти дроби принести в правую часть, привести к общему знаменателю, то мы получим замечательное равенство, что единица делить на Альфа это какая-то дробь, где в знаменателе стоит произведение всех Х, а здесь какое-то натуральное число М. А это значит, что если я вместо М напишу единицу, то здесь можно будет написать вот такое Альфа. А это значит, что число Альфа не больше, чем произведение всех чисел Альфа не больше, чем Х первое, Х второе и так далее, Хн. Что дальше будет? Вспоминаем, как связаны между собой Хн и Гамма плюс один. К сожалению, это не может быть. Меньше, чем Хн. Жаль? Гамма плюс один меньше, чем Хн. Я здесь стер, ну, давайте, вот, вот эти бедры. Помните? Вот эти бедры. Значит, одна гамма, давайте я здесь, ого, пишу, единица делить на гамма меньше или равна, да, чем единица деленная на Хн минус один. Такое было? Да, уже было. И я здесь писал, что из этого следует, что Хн минус один не больше гамма, а значит, Хн не больше, чем гамма плюс один. Правильно? Отлично. Это то, что мы. Вот у нас здесь есть произведение Хн и так далее, Хн минус первое, и Хн. И здесь у нас произведение Х1 и так далее, Хн минус первое, и гамма плюс один. Но Хн не больше, чем гамма плюс один. Поэтому я прямо так пишу. Это не больше, чем Х1, Х2 и так далее, Хн минус первое. Вместо Хн пишу гамма плюс один. И применяю вот это неравенство. То есть это получается не больше, чем Е1, Е2 и так далее, Е1. Замечательно. Теперь к обеим частям прибавляю единицу. И получается, что альфа плюс один не больше, чем произведение Е1, Е2, Е1 плюс один. А по определению чисел Евклида это и есть ЕН плюс первое. Ребята, я уже доказал про альфа плюс один то, что мне нужно. Альфа плюс один не больше, чем Е1. Е1 плюс первое. Вспоминаете? Вспоминаете вот это? Вспоминаете? Отлично. Теперь смотрим. Что нам еще? Произведение Х1, Х2 и так далее, Хн и альфа плюс один не больше, чем вот это. Так, стоп, ребята. А это у вас уже есть. Потому что, смотрите, произведение Х1 и так далее, Х1 не больше, чем Е1, Е2, Е1. Альфа плюс один не больше, чем Е1 плюс первое. Значит, получается, что вот это вот произведение мы доказали, что не больше вот этого в данном случае, а альфа плюс один не больше, чем Е1 плюс первое. Господа, второй случай закончили. Третий случай, смотрите, у нас первый случай был, это когда просто сумма была меньше единицы, да, вот уже рассмотрим. Второй случай, когда все-таки оказалось больше или равно единице, но при этом такое неравенство. Теперь третий случай. Выглядит очень просто. Вот это неравенство, да, но при этом здесь стоит знак равенства. В принципе, все нормально. Уменьшая по единичке, мы в какой-то момент вполне можем, как бы нам, получить такую ситуацию. А может быть так, потому что xn-1 будет больше 1? Понимаю, у нас числа шли по возрастанию. У нас x1 так вот, смотрите, вот здесь написано. Вот здесь написано, что числа у нас идут так. Поэтому, когда вы уменьшаете на единичку, вы можете, вы не можете сделать его слишком маленьким. Эти числа были равны. Вот случай, когда здесь было строгое неравенство, вы только что посмотрели, и все было как-то. давайте подумаем, что же в таком случае мы можем сделать. Да, у нас опять вот эта вот сумма меньше единиц, все замечательно. У нас, смотрите, фактически у нас происходит следующее явление. Вместо xn-1 можно написать xn-1. Согласны? у нас есть вот такие вот числа. Здесь значит, единица делить на xn-1, здесь единица делить на xn-1 минус 1. И вот выполнено такое неравенство. Теперь вопрос. Как нам пользоваться предположением индукции? идея такая взять и написать здесь последнее слагаемое вот такое. Из числа xn-1 вычистить двойку. и подумать собственно говоря это выражение оно будет у нас больше единицы или меньше единицы или что? Как вы считаете? А? Больше. Больше. Больше почему? Нет. Смотрите, у нас слагаемым стало это минус 1. но давайте я правильно запишу. Значит, здесь где-то идет слагаемая единица делить на xn-2. Вот это n-2 слагается, да? И еще пишем единицу делить на xn-1 минус 2. Вот сейчас очень интересный вопрос. Получили мы сумму меньше единицы или больше? А давайте просто так прикинем. Вот у нас раньше были какие слагаемые? Раньше были слагаемые 1 атое плюс 1 атое для качества это обозначение такое а. А теперь мы их оба заменили на величину единица делить на а-2. Понятно? Вот я утверждаю, что выполнено такое нераз. Давайте поймем почему. Потому что это то же самое, что 2 атое больше, чем 1 делить на а-2 2 а-4 больше а, то есть а больше, 4. Ну, надо это проверять. То есть понятно, что в общем случае эти н достаточно большое и х будут уже достаточно большие, ничего подобного не будет, так. Но мы сейчас должны отдельно проверить, что если вот это х-н равняется числам от 1 до 4, то в таком случае теорема верна. Ну, давайте смотреть. Может ли кто-то из х-ов равняться единице? Не может. Замечательно. Может ли одно из чисел х-н равняться 2? Да. Не очень. То есть на самом деле понимаете, если х-н равняется 2 и х-н минус 1 равняется 2, то никакого альфа уже не будет. Поэтому такого не бывает. Значит, реально нужно посмотреть на следующий случай тройка и четвертая. Значит, в случае тройки х-н и х-н минус 1 выглядит вот так. И здесь может быть еще есть какие-то слагаемые предыдущие. В случае четверки сумма выглядит вот так. И опять-таки может быть еще есть слагаемые предыдущие. Но при этом, что интересно, если предыдущих слагаемых вообще нет, то мы получаем 1 треть плюс 1 треть плюс 1 альфа равняется единице. И значит, нужно посмотреть на конкретный случай. 1 треть плюс 1 треть плюс 1 альфа это тоже 1 треть да? Нужно посмотреть треть, третья не двойка. Три, там три, а не два. альфа 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 да. Так вот, надо посмотреть в таком случае выполнено заключение теоремы не лимина. Здесь n равняется 2 надо проверить, что 3 плюс 1 3 плюс 1 сколько? 4 не больше, чем е треть е треть кто поможет это е треть 7 это 7 да? е треть это 7 7 или не больше, чем 7 все, победа. и произведение трижды трижды четыре сколько? 36 не больше, чем е1 е2 е3 там да 2 на 3 на 7 это слово все верно значит этот случай разобрали 3 плюс 3 плюс 1 на 3 если здесь есть предыдущее слагаемое то тебе вообще не можно потому что знаменатель не больше чем 3 все здесь здесь полностью разобрали это сумма меньше женицы значит я могу добавить сюда слагаемое так у меня аргамма уже было бы он все делился значит дельтавая одна дельтавая равно единице ну и смотрите сейчас нужно во-первых понять что к этому районству можно применять предположение муниции во-вторых его нужно применить ну и все получится посмотрите на это неравенство у нас как здесь устроены слагаемые для краткости мы обозначили на х-м-1 и х-м-1 а посмотрите пожалуйста здесь у нас идут-идут слагаемые какие-то вплоть до единицы делить на х-м-2 они строго такие же как здесь правильно да или нет дальше идет одна а тая дальше идет единица делить на а минус 1 давайте делать все предыдущие слагаемые обозначу b итак есть некое число b плюс 1 а тая и вот это было больше или равно единицы вот эта строчка здесь идет b плюс единица делить на а минус 2 ребят вообще-то единица делить на а минус 2 очевидно больше или равно вот этого числа правда и плюс еще идет единица делить на дельта и это все вместе равно дельта смотрите какая запах вот это слагаемое больше л а меньше чем дельта значит одна дельтовая должна быть что меньше чем одна а значит дельта должно быть что больше чем а значит вот это число больше чем x дельта и теперь аккуратно записываем что же нам говорит предположение н м ц смотрите слагаемых здесь н минус одна дробь и еще одна дельта значит значит фактически мы должны использовать вот это заменив n на n минус 1 применяем для случая вместо n n плюс 1 дельта плюс 1 не больше чем n напишу дальше произведение не больше чем e1 тогда e здесь произведение xn минус 2 x умножить на а-2 умножить на дельта плюс 1 вот это все не больше чем e1 e2 e2 e вот теперь соображаем а что мы хотим а мы хотели чтобы а-1 было не больше чем e-m плюс b-k ну вот пока что это совершенно понятно поэтому я это стороночное ставлю и мы хотели и мы хотели чтобы произведение x1 x2 xn минус второе дальше а умножить на а потому что последние двои x были одинаковыми чтобы вот такое произведение и еще на а-1 мы хотели чтобы было не больше чем e-1 e-2 e-n e-n плюс 1 1 с другой стороны не такая уж она и страшная как на первый взгляд кажется давайте посмотрим давайте временно забудем про вот этот множитель а-1 плюс 1 и про а-1 плюс 1 и давайте докажем неравенство которое на самом деле даже более сильное вот если мы докажем такое и такое представьте себе что мы докажем такое неравенство и мы докажем такое неравенство тогда все будет сделаться согласны? просто мы потом намножим перемножим и правой части получим то что нам как раз нужно а вот это неравенство оно уже более-менее похоже смотрите здесь правые части вообще совпадают а левые части здесь вот в этом месте совпадают а отличаются вот так отличаются вот это значит если я сейчас сумею доказать что а квадрат не больше чем а-2 умножить на 3 плюс 1 то все будет сделано давайте поскольку это к сожалению не так просто давайте я это сделаю на отдельной доске лема такая а квадрат не больше чем а-2 умножить на 3 плюс 1 потом я объясню что делать не больше это легко рассмотреть такое число эпсилум что 1 адр плюс 1 а-1 это 1 а-2 плюс 1 а-1 давайте во-первых поймем что число эпсилон вообще положительное ну это не проблема потому что для этого достаточно проверить что 1 адр плюс 1 а-1 больше чем 1 а-2 а это непонятно потому что при больших а у нас здесь более-менее 2 адр а здесь более-менее 1 и поэтому хорошо а-4 это понятно эпсилон положительное число теперь давайте проверим что эпсилон плюс 1 больше или равно чем а-2 делить а-2 правильно то есть на самом деле нужно доказать что эпсилон больше или равно чем а-2 делить на а-2 но для этого достаточно доказать что 1 эпсилон меньше или равна чем а что такое 1 эпсилон мы знаем это 1 ад плюс 1 а-1 минус 1 а-2 надо доказать что это меньше или равно чем а-2 делить на а-2 минус а-2 а-2 ну давайте примерно примерно сообразим значит что для этого нужно лучше всего одну а-2 перенести в другую часть и тогда здесь получится следующее здесь получится минус 1 делить на а-2 минус 3 а-2 а-2 куда вот это минус 1 делить на а-2 минус 3 а-2 меньше или равно там читаю одну а-2 здесь будет а-2 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 прибавить а-2 а-3 а-2 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 И теперь на двойку умножаем плюс 2а в квадрате минус 6а плюс 4. Так, 2а зачеркнул, а в кубе зачеркнул, минус а в квадрате зачеркнул. И получается, что 0 больше не равен 4 минус 6а. Это сразу. Так, господа, я могу доказать. Это длинное слушное вычисление, но мы ее действительно доказали. Посмотрите, что у нас получилось. А квадрат меньше или равно, чем а минус 2 умножить на лепсину плюс 1. Так, теперь я убираю вот эти вот следы от доказательства леммы. Это все было слушно и неинтересно. А дальше начинается самое интересное. Он утверждает, что число епсилон меньше или равно, чем дельта. Так, господа, скажите, пожалуйста, это правда или нет? Чем отличается ситуация с дельтой от ситуации с эпсилом? Одна ата плюс единица делить на а. Вот это уменьшилось. Правильно? Вот это слагаемое уменьшилось. Равняется 1 делить на а минус 2 плюс 1 делить на дельта. Все правильно. Вот смотрите, с дельтой у нас все то же самое, но вместо а минус 1 стоит одна ата. Значит, здесь стоит знак меньше. Значит, здесь тоже стоит знак меньше. Значит, одна дельтовая меньше одной эпсилом. Согласны? А значит, я могу написать, заменив здесь эпсилом на дельта. А квадрат меньше или равно, чем а минус 2 умножить на дельта. А теперь, смотрите, у меня вот это неравенство есть. Правильно? А дальше вспоминаем, как мы делаем в предыдущем случае. Помните ли вы, что в предыдущем случае вы говорили, что если все привести к общему знаменателю, то получится, что одна альфовая, это какое-то там натуральное число, делить на произведение х1, х2, х2, х2. Было такое? А это значит, что одна альфовая больше или равна, чем единица. А значит, альфа не больше, чем произведение их. А их произведение мы оценили. Так, правда, мы оценили. Н-1. До х-н-1. У нас альфа меньше или равно, чем произведение первых н-1. А оно тем более меньше или равно, чем е1 и так далее, е1. Согласны? Если мы это сможем заберем, то они только лучше. А значит, альфа плюс 1 не больше, чем е1. И перемножение получили.